Агрофирма Меня зовут Шахлярова Наталья Дмитриевна, я являюсь руководителем испытательной лаборатории Открытого акционерного общества Агрофирма «Жемчужина» Ставрополь. Хочу рассказать вам коротко о технологическом процессе производства коньяков. Вот особенно линкор понравился, можно вот эту бутылочку сразу мою сюда подвинем. Так, вот давайте сейчас прямо вот обсудим подробно, вот как делается этот коньяк, вот от винограда и до, соответственно, готового продукта. Виноград поступает на предприятие. Так, поближе. И подлежит переработке на линии переработки винограда. Результатом переработки винограда является продукт, называемый сусло виноградное, которое, остальное, гребни отделяются, мезга также отделяется. Виноградное сусло далее поступает на брожение. Брожение проходит на чистой культуре дрожжей под полным контролем испытательной лаборатории. После сбраживания, это уже сброженное сусло, подступает на дображивание. Дображивает в цехе хранения, опять же, под контролем, чтобы не появилось плесени или не заражено было посторонними микроорганизмами. После брожения полученный виноматериал хранится некоторое время на осадке, чтобы произошел отстой виноматериала. Затем виноматериал снимается с осадка и уже хранится до поступления его в цех выкурки. Так как в цехе выкурки сразу не может произойти выкурка всего виноматериала, поэтому партиями поступает туда и получается молодой коньячный дистиллят. Коньячный дистиллят, что это такое? Это при перегонке сухого виноматериала происходит отсечение головной фракции и хвостовой. И вот эта самая лучшая средняя фракция называется коньячным дистиллятом, который затем поступает на выдержку в дубовые бочки или на дубовую клепку, которая уложена в эмалированных им костях. И там происходит уже выдержка созревания дистиллята коньячного. Выдержка не менее трех лет. В коньяке можно использовать дистилляты, выдержанные не менее трех лет. Вот когда дистиллят затем подвергается дегустации и определяется, что он уже созрел и готов к приготовлению коньяка, срок выдержки достиг трех и более лет, тогда этот дистиллят поступает в цех производства купажей коньяка. Купаж производят из коньячных дистиллятов с добавлением умягченной, исправленной или подготовленной воды, с добавлением сахарного сиропа и сахарного колера. Колер добавляется, если нужна корректировка по цвету. И у нас при этом его градус снижается со скольки до скольки? Да, снижается 67, средняя крепость дистиллята коньячного снижается до 40 за счет добавления исправленной воды. Затем купаж фильтруется, проходит грубую фильтрацию и направляется в холодильную камеру для обработки холодом. На холоде коньяк находится не менее пяти дней, опять же контролируется при температуре минус 12-10 градусов. Затем, когда коньяк обработан холодом, его направляют на холодную фильтрацию. При холодной фильтрации выход продукта с фильтра должен быть при температуре не выше минус 3 градусов. При этой температуре отсекается в фильтре и остается все, что не нужно коньяку. И затем уже коньяк готов практически, он проходит контрольную фильтрацию, отдых и направляется в цех для розлива готовых коньяков, готовой продукции. Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Дибольская Диана Викторовна, я заместитель генерального директора по производству. Я проведу вам экскурсию по заводу. Значит, сейчас мы с вами пройдем в цех перекурки, то есть это после производства виноматериалов, это первая ступень, где производится выкурка винного дистиллята, коньячного дистиллята, фруктового плодового дистиллята. Значит, у предприятия 440 гектар виноградника. Основная масса плодоносящих находится в Петровском районе, Скотобойского края. Там же находится переработка. А в Светлограде у нас мощные итальянские прессы, в общем, все по первому слову техники. Виноматериал, как правило, сбрашивается там, частично мы забираем сюда суслом, если там импусной какой-то разрых идет. В основном виноматериал вырабатывается там. Значит, здесь мы принимаем и затем передаем в цех перекурки, вот где открыта дверь, для дальнейшего производства. Цех перекурки у нас работает, как правило, круглосуточно. Сейчас у нас идет подготовка к сезону, там идет ремонт. Ну, аппараты, тем не менее, я вам покажу, что мы имеем. У нас четыре перегонных аппарата, которые выдают 100 абсолютов в смену, и колонна 500 абсолютов в смену. Ну, по типу спиртов, по качеству спиртов, я вам могу сказать следующее, что кубы – это нишевая, ароматная, прекрасная история. Колонна – это, как правило, объем. Колонна у нас компьютерная полностью оснащением, поэтому требует укрупнения объемов виноматериала, чтобы она не прыгала. Ну, там есть свои определенные особенности. Как правило, мы гализируем дистиллят, который получаем с кубов, и дистиллят, который получаем с кубов. Тем самым мы получаем ровное качество и хороший объем. Отсюда уже через сливное отделение дистиллят идет в цеха, либо на производство виноградной водки, либо на закладку, на винный дистиллят с выдержкой которой, либо на конечный дистиллят с выдержкой. Цех выдержки дистиллята, где мы имеем емкостной пар, это дубовые бочки и емкости с дубовой клепкой. Дубовые бочки у нас есть производство и Франции, и производство Кавказский дуб, Майкопский. Мы давно сотрудничаем с компанией в Адыгее, он делает очень качественные, хорошие бочки. Вот то, что стоит в сабеле, вы видите, значит, это у нас французская тара. Они сейчас подготовлены к сезону, мы сняли оттуда дистиллят, сейчас оно обрабатывается рабочим раствором серно-бестернистого ангидрида, затем будем сливать их, сезон уже будем их заполнять свой. В этих емкостях у нас дубовая клепка, это на ординарные коньяки, на ординарные дистиллята, 3-5-4-летни, разрешено емкостях на дубовые бочки. Вот что у нас происходит, это выдержка. Это одно из помещений, я потом вам дальше покажу, где у нас еще. Далее мы идем в секции выдержки дистиллята, там у нас дубовые бочки, там 4 секции. Здесь у нас адрегейская тара, анизолиды, дистиллят находится на выдержке. Запах какой шикарный, доля ангелов. Да, да. Да, все так. Ангелы пришли. Здесь у нас 4 секции, одна, вторая, третья и четвертая, там побольше. Это для марочных коньяков, ну при необходимости можно ординарно ездить. Так, вот по потолку идут какие-то вот эти трубочки, это вот как в некоторых дорогих кафе орошение. Это вот эти черные, это для чего? Это для орошения бочек водой, для того, чтобы лучше работала бочка и минимизировать потери. Спасибо. Воду просыпается. Спасибо большое. Воду просыпается. Прокажирование спиртных напитков, предохлаждение перед обработкой холода. И здесь же у нас стоит обратнооспатический фильтр. Но вначале обрабатываем холодом здесь, в обшитых теплостях. И затем он поступает, ну продукт поступает вниз в холодильную камеру. Предлагаю вам спуститься, для этого там будет охлаждение. Производственная мощность по спиртной напитке 810 тысяч долларов. Немаленькая. Обшитые трубопроводы, это как раз то, что идет холодно на выдержку на холоду. То есть мы делаем предохлаждение до определенной температуры, а затем мы поставим холодильную камеру и выдерживаем на холоде. При таких достаточно... Может это в год, да? Это в год, да. 810-800 у нас. Здесь у нас отсек тоже на выдержку дистиллятор. Это все. То, что находится на дуговой клетке. А следующее помещение, это у нас после холода поступают туда спиртные напитки. Но самое главное, что мы видим, это огромные запасы собственного продукта. Правильно, я понимаю? Есть. Да, есть и достаточно количества. Очень гордимся этим, потому что в сырье... Это прямо в сырье, да? Да, это вот, кстати. Вот я хотела, чтобы вы хотя бы одну ее посмотрели. После обработки холодом и холодной фильтрацией продукт поступает сюда для того, чтобы принять примерно температуру цеха. Принудительно не нагреваем, потому что от этого теряется качество. Так, сейчас мы с вами посмотрим холодильную камеру нашу. Заходить туда не рекомендуют, а минус 17. Мы все с жары, поэтому так. Да, действительно, минус 17. Кровь в жилах стынет. Я вам покажу наши линии, но так как там шумно, я немножечко тут расскажу. Если будут вопросы зададите, мы зайдем потом посмотрим. У нас три линии розлива. Значит, две из них 6 тысяч дают в час. Одна маленькая дает 3 тысячи бутылок в час. У нас здесь есть кондиционирование. Ну, как раз сейчас мы поставили в розлив коньяк линкор, который производим для тесней степени. Здесь производится выплатка бутылки и контроль бутылки. Значит, на концу и сколов, погрешности в декорировании в данном случае. Ну, и вообще визуальные цветы. Далее идет одна палатка. Вот для палатки. Вот для палатки. Вот для аппарата она идет. Присыл на утопорку. Сувенирная, но в данном случае сувенирная бровка. Под нее аппарат еще не придумали. Поэтому данная операция приходит только в лучшую силу. Далее она переходит на аппарат, который поднимает бутылку. То есть, что он делает, то есть определенной силой. Здесь купеция на постороннее включение. Обязательно. Обязательно работают строго определенные люди, которые не имеются на верхах. Ну, здесь нужен навык. Потому что кто-то видит эти девочки, другой не умеет. Ну, как видите, линия идет в кабинет. Далее мы проходим на инфизировку. Ну, путем с перебором, это планирует. Далее еще одна визуальная инфекция. Потому что, когда жидкость или коньяк наливаешь в бутылку, более четко видно все надписи. Потому что бывают погрешности в декорации. Ну, что-то стерто, что-то потерто. Тогда она в этом счете и убирает. Ну, здесь счетчики все. Далее идет, это у нас, ну, внедрили в этом году, автоматическое помарочное сканирование. Далее идет на палет. Обалечивается на палет обманчик и уходит в склад готовой продукции. Еще у нас много планов. Мы хотим автоматизировать совсем все. Ну, в августе месяце где-то должно прийти оборудование, с помощью которого мы автоматизируем все еще больше. Потому что все, которые снова продают в склад. Музей? Да, музей. Это Татьяна. Наша сходом готовая продукция. И по совместительству проведет с вами экскурсию по музею. О, воспоминания юности. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать в музее, открытом к 55-летнему юбилею нашего завода «Жемчужина Ставрополья». Я хочу сразу же обратить ваше внимание на этот стенд. Здесь собраны фотографии, история в лицах. По этим фотографиям можно проследить первоначальный путь развития и строительства нашего предприятия. Закладка первого фундамента, посадка виноградных площадей, уборка и переработка винограда собраны на наших площадях. Первым директором тогда был назначен Яковлев Иван Ксенофондович. Главные специалисты нашего завода интенсивно работают над созданием новых легких столовых виноматериалов. Ими же была разработана специальная технология обработка холода. Для этого впервые именно на нашем заводе строится мощная холодильная камера, позволяющая обрабатывать до 150 тысяч долларов в год виноматериалов и отгружать их на заводы вторичного виноделия. В 2000 году завод был в производство цех розлива коньяков и вин. Вы можете посмотреть вот на этом стенде. В данный момент наше предприятие перешло на производство спиртных напитков. Это коньяки, бренди, виноградная и плодовая водка. Сейчас у нас появились наши новиночки. Это ликеры десертные, эмульсионные, также у нас появился джин и аперитив. За качество наша продукция удостоена почетными дипломами и медалями, которые вы можете видеть в этом зале. На юго-востоке Ставропольской губернии почти все селения занимались виноделиями. Виноградники огромными площадями проселались в доме Пекумы. Не обладающий стойкой винограды тогда был Челли-Тавлинский, и вино изготовлялось преимущественно красное. Предпочтение отдавалось старинному способу давки вина, а это руками и ногами. Хотя на тот момент уже появились ручные прессы и тропинки. Вдоль реки Пекумы располагался Курьяновский хуток. Усадьба помещика Курьяновса вновяли. Они производили жённый кирпич, держали скот. Для собственных нужд они делали вино, и часть вина они перегоняли на самогон. Для лучшего качества самогона они перегоняли его трижды. Поэтому их стали величать троекуровыми. Проходите, рассаживайтесь. Отлично. Вы всё должны продегустировать. Так, все эти образцы? Да. Всё? Рассаживаем. Это я удачу нашу. Здравствуйте, дорогие гости. Вы сейчас находитесь в нашем дегустационном зале у АО «Агрофирма Жемчужина Ставрополя». И мы проведём для вас ознакомительную дегустацию. Ну, не всех, конечно. Ну, выборочное образцов нашей продукции, которую мы производим. Мы приступаем к нашей дегустации. Третий образец у нас. Это коньяк, пятилетний коньяк. Коньяк, пятилетний ординарный линкор, который мы как раз производим для «Х-5». Вот такой бутылочки. Пятилетний коньяк. Готовится у нас по ГОСТу. Практически почти все продукты у нас готовятся по ГОСТу. С использованием выдержанных дистиллятов коньячных в контакте с древесиной, выдержанных не менее пяти лет. С добавлением сахарного сиропа, подготовленной воды и сахарного колера. То бишь, для выравнивания продукта по кондиции его, по спирту, сахару. И колер при необходимости добавляется для достижения необходимых кондиций по цвету. Продукт характеризуется достаточно выраженным, сбалансированным ароматом, с преобладанием цветочных тонов, легкими оттенками сухофруктов и нотками, хорошо выраженными дуба. Там, где выдерживался дистиллят, перешедший из дуба. Вкус достаточно гармоничный, полный. Также в послевкусии сухофрукты, вот, наверное, больше у нас для линкора преобладают тона черешни и немножко чернослива. А вот до начала выдержки какой период происходит? Вот от винограда до начала выдержки? Ну, как только выкуривается виноматериал, сбраживается, поступает с их выкурки, когда уже на сухо сброженный виноматериал, и после выкурки уже дистиллят и можно закладывать на выдержку. Обычно началом выдержки считается 1 января следующего за урожаем года, ну, или же в конце года можно заложить. Обычно пока он сброжен, к концу года только бывает виноматериал. В сентябре выкуривается, ну, не ранее ноября, декабря его можно закладывать. То есть весь движ начинается вот в сентябре, когда... Да, да, когда производится, переработка идет винограда, потом его сбраживание сусла полученного, полученный виноматериал уже, тогда снимается с осадка, с дорожки. Так, пробуем минуту. А коньяк уже не подлежит выдержке, это уже откупаж, да, он подлежит технологическим обработкам, откупаж. Потом он проходит грубую фильтрацию, если вот интересно. Затем он подается на холод, обрабатывается там. Опять же, лаборатория контролирует производство продукта на каждом его этапе, на всех технологических процессах. И когда уже мы считаем, что коньяк готов, его делают, он поступает на холодную фильтрацию. Это процесс, когда из холодильной камеры коньяк поступает на фильтр, и на выходе из фильтра температура продукта должна быть не выше минус 3. То есть при этой температуре он уже выходит из фильтра, глубоко обработанный, он поступает на холодную фильтрацию. И потом после холодной фильтрации поступает на контрольную фильтрацию, отдых, и затем уже в цех розлива поступает коньяк, уже готов к производству. Выдержка остается далеко позади. Это выдержка на фазе дистиллятов коньячных. Ура, друзья! Мы в очередной раз убедились, что в России и есть предприятия, которые делают качественный алкоголь. Причем делают его в таких количествах, что его хватает на наши крупные торговые сети. В частности, с «пятерочкой» этот завод сотрудничает уже более пяти лет. И некоторые номинования можно купить только в «пятерочке». Какие-то мы попробовали, а какие-то попробуем в следующих выпусках. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить эти самые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok